Аааааа! Ооо нет! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская И вы на канале Королевы Мистики Сегодня я заказала на сайте Даркнет Радужного друга Который называется Розовый И сегодня мы Вызовем его тремя Способами и посмотрим Действительно ли сможет он прийти Ко мне домой Настоящий Розовый из Радужных друзей Ребята, а перед началом не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк и написать самый топовый комментарий, потому что именно он, возможно, именно он попадет в мое видео, как этот. Ну, я что думаю, вы готовы? Приступаем прямо сейчас. Погнали! Итак, первый способ у нас, друзья, будет вообще оригинальный. Я такого никогда не делала, но на просторах интернета я вычитала, что если заказать термо-мини-принтер, распечатать на нем любого монстра и раскрасить его при помощи, помните, был такой старый челлендж, 3-маркер-челлендж. В общем, раскрасить его в 3 часа ночи, то этот монстр придет к вам домой, ребята. Прямо сейчас мы это и с вами, и проверим. Смотрите, это термо-принтер, ребята, сказал мне это на ВБ. Чисто просто не какой-то сайт, просто обычный термо-принтер. Сейчас я зайду в приложение специальное, чтобы пустить на печать картинку именно розового из радужных друзей. Итак, вот сейчас я открыла приложение, оно называется FunPrint. Нажимаю на фото, заранее я выбрала картинку. Так, вот он у нас, этот розовый. И сейчас мы должны включить, вот сбоку здесь вот кнопочка, включить наш термо-принтер. Вот он, по-моему, включился. Подключено, написал подключено. И сейчас мы подадим его на печать. Вот, печать. Печать, печать, печать. Так. Погнали, ребята! Я не знаю, рабочий это метод или нет. Ну, как бы, мы сейчас все три способа попробуем печать на термо-принтере этого радужного друга. И потом еще два способа я вам расскажу, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, все, он нам напечатал. Мы отрываем. Вообще нереальная вещь. Опять же, повторюсь, артикул, где я его заказала, я оставлю в описании. Таня, теперь что у нас? У нас идет три маркер-челлендж. Мы. Первый, естественно, он у нас же розовый. Розовый из радужных друзей. Кстати говоря, что вы знаете про розового из радужных друзей? Насколько информации я нашла в интернете, он появился только в первой части «Радужные друзья». А во второй почему-то его не добавили. Как и мое мнение, разработчики подумали, что как бы розового цвета, извините, в радуге нету. Вот, поэтому как бы они его вообще исключили, исключили из этого радужного, ну, как сказать, из этой радужной игры, ребята. И, во-первых, во-вторых, а он абсолютно не похож ни на каких монстров, тех, которые там. То есть там все цвета радуги, а он вообще какой-то инопланетный. То есть, понимаете, вообще, то есть те персонажи похожи на каких-то там динозавров, на каких-то зверей, а это просто инопланетянин, как сказать, без рук. И, кстати, вы знаете, что розовый пинг – это вообще монстр, это девочка. Короче говоря, задумка была какая, чтобы он где-то там, она, она, простите, где-то там выскакивала и хватала за ноги, ну, игрока, соответственно. Жутко страшно, да, согласна, многие хотят вернуть его во второй части, радужные друзья, но пока она там не появляется. Так, разрисовываем мы розовую розовыми маркерами. Как я уже повторюсь, три маркер челлендж. То есть первый маркер у нас, конечно, будет розовый. Так, вот так обводим, чтобы все у нас ровненько было. Так можно сделать абсолютно с любым монстром, абсолютно с любым персонажем. И это такая, знаете ли, проба, сможет ли после того, как я вот эту всю процедуру, так сказать, вызова духов сделаю, чтобы он пришел. Потом мы выбираем черный. Черным мы рисуем у него вот там внутри, вот так вот оставляем белые острые зубы, которыми он цепляется. Так, у нас глаза. И смотрите, у нас получается, что белый немножечко вот остается, это третий цвет. То есть розовый, черный, белый. Все, белый маркер, в принципе, я могу, конечно, вот такой вот молочный нарисовать, чтобы уж все было, так сказать, ну, чтобы три было цвета, три маркера. Пусть будет еще вот этот цвет, вот здесь вот на глазах и немного на теле. Вот, прям абсолютно белого нет, был молочный. Итак, ребята, это первый способ, при помощи которого мы призвали. Я надеюсь, что уже он близко и подходит к нашей квартире. Жуть, кстати, по всей квартире расставлены скрытые камеры. И если розовый из радужных друзей придет, то мы обязательно его увидим в нашей квартире. А скрытые камеры я буду смотреть при помощи своего телефона. Итак, ладно, мы оставляем первый способ здесь. Второй способ, конечно, несомненно, наша любимая доска для вызова духов. Ух, ребята, скоро вас ждет очень много интересного. Мы будем вызывать различных монстров при помощи доски для вызова духов, доски Уиджи. Я буду это делать не одна, ко мне будут приходить друзья. Мы будем это делать обязательно в 3 часа ночи. И что будет происходить, неизвестно. Я боюсь, что мы скоро вернемся к тому, что я снова буду погружаться в потусторонние миры. Буду уходить в себя, будем проводить, как это сказать, вот такие вот обряды, где я буду телепортироваться в другие миры. Короче, куча-куча всего интересного. Итак, друзья, смотрим, у нас доска для вызова духов. Сейчас мы положим на нее нашего розового из радужных друзей. И будем вызывать розового из радужных друзей, приди. Розового из радужных друзей, приди. Розового из радужных друзей, приди. Вот такой легкий, казалось бы, но рабочий метод для вызова духов всегда помогает. И вы скажете, какой же третий способ для вызова духов? Да, ребята, есть еще такая штука, что после того, как я использовала метод и распечатала на термопринтере и разукрасила 3 Мартер Челлендж, сейчас мне нужно будет сжечь эту бумажку и говорить о том, чтобы в эту куклу, в эту заказанную проклятую куклу, кстати, она уже является куклой Вуду, потому что внутри что-то есть. Внутри этой проклятой игрушки и вообще внутри всех моих проклятых игрушек находится какая-то дичь. И если вы не видели эти ролики, их куча, где я разрезаю живые игрушки, обязательно после просмотра этого видео перейдите и посмотрите, потому что там происходит реальная мистика, реальные страшилки. Что там происходит, что может произойти, что вас ждет, вы узнаете, только посмотрев от начала до конца. А в конце, как вы знаете, все самое-самое интересное. Итак, сейчас мы с вами возьмем зажигалку, чем нам сжечь. Так, и, короче говоря, сейчас мы будем говорить о розовой из радужных друзей приди, да, и сжигать его очень аккуратно. Еще раз повторюсь, не делать этого дома и вообще ничего не поджигать, не сжигать, это опасно. Лучше включите, посмотрите мои ролики, посмотрите, что получилось. Итак, поджигаем. Радужный из розовых друзей приди, радужный из розовых... Господи, наоборот, розовый из радужных друзей приди, 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 розовый из радужных друзей приди. Смотри, Дима, иди сюда. Я ощущаю присутствие здесь монстра, вот этого существа инопланетного. Ребята, один из этих способов точно рабочий, но вот какой. Напишите в комментариях, как вы думаете, сейчас мы оставим все как есть. Выйдем из этой комнаты, подключим спиртную камеру и будем наблюдать, придет ли Розовый из Радужных Друзей в мой дом в 3 часа ночи или нет. После чего придет, он не придет, независимо от этого, мы разрежем проклятую живую игрушку и узнаем, что же создатели сайта Даркнет положили внутрь этого монстра-инопланетянина. Погнали! Так, у нас есть тайная комната, комната, наша ванна, в которой мы всегда ожидаем присутствия, что-то там, может быть, где-то ходят. Сейчас я запущу скрытые камеры и мы посмотрим. Так, тут нет, тут нет, тут нету. О, нету! Ребята, вы посмотрите, Розовый из Радужных Друзей у меня дома. Прямо стоит в коритории, вы это видите? Обалдеть! Он реально пришел, реально какой-то один из этих способов работает точно, ребята. Будем еще пробовать вызывать других монстров при помощи этих способов и многих других. Так что, ребята, прямо сейчас отправляемся, завершаем обряд, выключаем живую игрушку и разрезаем ее. Погнали! У меня было такое ощущение, что этот Радужный Друг, который пришел, он хотел забрать игрушку себе. Вы видели его лицо? Вы видели его челюсть? Если нет, то обязательно перемотайте. Или я внизу в комментариях оставлю маркировку по времени, когда он появился, если вам интересно пересмотреть. А прямо сейчас мы должны завершить обряд, мне нужно настроиться. Силы неба и земли! Отпустите душу из игрушки! Силы неба и земли! Отпустите душу из игрушки! Силы неба и земли! Отпустите душу из игрушки! Что это было? Что это было? Это был очень сильный демон, ребята Мы его с вами прогнали Давайте уже начнем и разрежем проклятую игрушку с сайта Даркнет Итак, я чувствую, как что-то внутри Страшное, мистическое находится что-то внутри И мы сейчас это достанем Как обычно, здесь много различного пуха, которым набивают обычные игрушки Но я уверяю вас, я уже чувствую, что там внутри Какая-то мерзость Я уже чувствую, что-то внутри Ребята, что это? Это, походу, один из игроков А точнее, его глаз, который он успел съесть Это глаза проигравших игроков Радужные друзья, поглядите Это что еще такое? Это прядь волос, наверное Проигравшего Проигравшего игрока Посмотрите, он даже, по-моему, испачкан Кое-чем Я думаю, что вы догадались Чем он, ребята? Что произошло в этой игре? Поглядите Он съел реально какую-то девочку Игрока в игре И эти артефакты были засунуты в эту игрушку с сайта Darknet Только поглядите на этот ужас Что мы нашли в проклятой игрушке? Повергло меня в шок Что же будет дальше? Не пропускай Подпишись на мой канал И ты узнаешь самые страшные истории И самых страшных монстров Просто на планете, на земле С вами была Королева Мистики Всем пока!